доброго времени суток мои дорогие уважаемые подписчики и гости канала уважаемые коллекционеры любители истории старины случайный зритель моего скромного канала старины антиквариата на связи канал что старой шкатулки меня зовут руслан всех вас друзья приветствую мира вам добра крепкого здоровья мир вашему мир каждый дом и сегодня у нас новое интересное видео новый интересный обзор моя старинная постоянная рубрика работа с населением мои покупочки у населения вот такие вот скромные покупки не судите строго вы знаете друзья что показываю то что есть то что люди приносят то я выкупаю показываю все на своем канале или же оставляю себя в коллекции те предметы которые мне понравились которые я коллекционирую или же выставляю на аукцион виолити ну что ж давайте знакомиться посмотрим рассмотрим пройдемся по каждому предмету отдельно все как обычно на моем канале друзья а вы поставьте лайк подпишитесь кто еще не подписался поддержите мой скромный канал старины и антиквариата ну что ж давайте друзья знакомиться посмотрим рассмотрим по каждому предмету пройдемся итак смотрим смотрим ставим лайки и пишем свои светлые добрые комментарии друзья мои Смотрите, какая интересная бутылочка мне сегодня попалась. Я даже не ожидал, что люди принесут вот такую вот замечательную, красивую, смотрите, целенькую бутылочку из цветного стекла. Я даже вот не знаю, отчего же эта славная добрая бутылочка. Может быть здесь были духи, может быть какой-то одеколон, ну может быть и что, может быть такой маленький графинчик. Но мне кажется, что здесь должна была быть еще стеклянная такая вот крышечка. Но пробка, но ее нет, друзья, не знаю, не сохранила. Смотрите, какие здесь цветочки, котики, да, весенние котики. Такие вот узоры, это не трещина, это не скола, это вот такая задумка автора, смотрите, видите. И вот на этой стороне то же самое. Но цветное стекло очень даже ценится, потому что на такие предметы есть спрос, друзья. Смотрел я клемма, никаких клемм я не обнаружил почему-то, ничего нету и нету пробки. Напишите своих светлых, добрых комментариев, отчего этот замечательный, цветной, такой вот зелененький летний флакон. Напишите, друзья, потому что информация очень ценная. Я уважаю тех людей, которые специалисты, которые понимают таких предметов, которые собирают и коллекционируют. Вот такой вот флакон, очень красивый, смотрите, чистенький, аккуратненький, не битый, друзья, самое главное, что очень важно для коллекционера. Вот я прошелся пальцем, просмотрел, горлышко отличное, хорошее, но флакончик вообще зачетный, друзья, смотрите, в каком состоянии. Супер, очень красивый, замечательное приобретение, классное, доброе, находка-покупка, да, супер. Так, ставим, друзья, на место аккуратненько, потому что это стекло с уважением относится к предметам. Смотрите, друзья, что мне еще попался, смотрите, вот такой вот моряк, моряк-папайи, смотрите, с трубкой, видите, он курит трубку. Тут такой вот он носатый, нос такой вот большой, наверное, он в свои дела влазит, чужие, да, и у него растет нос, как у Буратино. Или же он немножко любит приврать, не знаю, друзья, смотрите. Понятно, что это Германия, понятно, что это фарфор, состояние отличное, хорошее, такой вот синенький берет у него, смотрите, добрые глазки, нос. Такой вот у него, видите, здесь галстук желтый цвет у него, видите, друзья, уши. Состояние очень хорошее, потому что немножко такой чумазненький был, грязненький. И я его сегодня прикупил, друзья, и смотрел на аукционе Виолити вот такие вот пробки очень даже коллекционируют коллекционеры, кто собирает такие вот предметы, которые собирают фарфор. Смотрите, стартует вот такая вот пробка, 250 гривен, я видел, продались они. Смотрите, какой замечательный, добрый предмет. Ну и что самое главное, что дошел до нашего времени, и он не битый, без сколов, без трещин, состояние хорошее, отличное, доброе, коллекционное состояние. Такой вот моряк, моряк-папайи. Вот такой вот замечательный, добрый предмет, друзья. Супер, да? Хорошие вот такие вот две находки, хорошие две покупки, вот такая вот бутылочка и вот такая вот пробка-дозатор, друзья. Так, следующие у нас покупки, смотрите, есть у нас немножко фарфора, Дедушка Мороз, фуражка. Короткие видео вы уже видели, я вот хочу снять более такое детальное видео, чтобы вы могли посмотреть, кто хочет прикупить, потому что я буду выставлять их на аукцион Виолити. Вот эти вот сахарницы, вот эти вот, видите, здесь у нас чайнички фарфоровые, красивые, черненькие, беленькие, с цветочками. Дедушка Мороз и вот такая вот фуражка, чтобы тот человек, который хочет купить, прикупить, такие вот предметы, которые собирает, коллекционирует. Может быть, коллекционеры посмотрят, захотят приобрести, у кого-то, может быть, нет, чтобы они знали, какие есть дефекты. Так, вот такие вот еще мне попались две бритвы. Как правило, я их не беру, друзья, потому что цена на них очень маленькая. Есть, конечно же, целая рубрика на аукционе Виолити, именно вот таких вот бритв. Не знаю, кто их коллекционирует, кто их собирает, но если вот принесли люди и дешево, то, конечно же, я беру. Пускай будет, может быть, кто-то их ремонтирует, потому что у дедушек еще остались, они ломаются и так далее. Думаю, возьму, ладно, пускай будет. Смотрите, вот такая вот бритва, видите, зеркало здесь, вот шнур сохранился, видите, состояние. Ну, такое состояние, здесь вот, видите, даже есть лезвие, вот такая вот сеточка, запасная, друзья мои. Вот у нас снова тревога идет, друзья, воздушная тревога. Так, смотрите, вот такая вот бритва. Ну, состояние, я не знаю, рабочая она, не рабочая, микма называется, видите, друзья. Я ее не включал, не проверял, потому что все вот эти вот предметы, вот эти вот бритвы, я, наверное, их буду продавать как запчасти, не буду я портить сеть, не буду я включать, потому что я не знаю, как у них состояние, рабочая, не рабочая, чтобы не выбили пробки и так далее, и тому подобное. Вот так вот, показываю, как есть, вот такой вот чехол, видите, вот, родной, все есть. Вот так вот все сюда положим, друзья мои. Если кому надо, пишите, договоримся, может быть, кто-то их собирает, а может быть, кто-то ремонтирует, кому-то, может быть, нужны запчасти к этим бритвам. Так, вот такая вот еще попалась бритва, смотрите, бритва Харьков. Харьков 15М, сделана в СССР, состояние более-менее отличное, неплохое, хорошая, пластмасса не лопнута, никаких сколов, трещин. Смотрите, Эхо называется. Харьков Эхо 15М, друзья. И вот такой вот шнур, но я посмотрел, шнур к нему не подходит, к сожалению, друзья. Не знаю, как он здесь оказался. Вот такая вот бритва, также она уйдет на, может быть, на реставрацию, а может быть, на запчасти. Ну и вот такой вот белый чехол, друзья, видите. Это все советское. Качество, конечно, хорошее, надежное, делали для народа. И сохранились, они дошли до нашего времени. Так, друзья, вот такая вот замечательная фуражка. Я уже показывал короткие видео, попалась мне не часто. Они попадаются, к сожалению, хотелось бы, чтобы побольше попадались фуражки, потому что их собирают и коррекционируют тоже коррекционеры. Любые такие предметы. Это у нас фуражка железнодорожника. Смотрите, как карда такая, да? Здесь тиснение было от какарды осталось. Вот видите, два прикрещенных молотка, зеленый кант. Ну, состояние более-менее хорошее, отличное состояние. Молью она не бита, видите? Молью не битая, состояние хорошее. Я так немножко слегка ее почистил. Видно, что человек-железнодорожник любил свою профессию, носил этот служебный головной убор, потому что, видите, здесь такой маленький мелкий ремонт. Он такой вот медной проволочкой все так обмотал бережно, видите? И вот немножко стерлась кожа, видите? Вот кожа. А так, отличное, хорошее, доброе состояние. Видите, без дыр она, самое главное. Ну, конечно, немножко нужно привести в порядок, потому что предметы очень даже интересны. Для всех любителей униформистики, служебных головных уборов, друзья мои, посвящается. Смотрите, вот такая вот фуражка. Выставил я ее на аукцион Виолити от 100 гривен. Ну, цена совсем маленькая, примерно где-то... Ну, сейчас у нас доллар в Украине 38 гривен. Вот считайте сами. Ну, где-то примерно там 2 доллара, немножко больше. Я ее выставил. Думаю, что она уйдет, потому что люди сейчас следят за этим лотом. Пока ставок нету, но я думаю, что она продастся. Потому что, как правило, фуражки у меня долго не задерживаются. Как и куклы, как и значки и так далее и тому подобное. Я цену не ломаю, не заламываю. Главное, чтобы сохранить предмет и отправить человек, который купит. Который пополнит свою славную, добрую коллекцию. Вот такая вот замечательная служебная фуражка железнодорожника. Честь, хвала всем железнодорожникам, друзья. Достойная профессия. Так, следующая покупочка, друзья. Вот такой вот Дедушка Мороз. Борода из ваты. Смотрите. Ну, вы знаете, что у меня на канале. Только у меня на канале Новый год. Круглый год, друзья. Деды Морозы, снегурки, игрушки. Елочные попадаются. Все показываю на своем канале, потому что вы знаете, что у меня от вас секретов никаких нет. Вот такой вот Дедушка Мороз попался. К сожалению, один. Без своей помощницы-внучки. Снегурочки. Снегурочки где-то нет, друзья. Не нашли Снегурочку. Остался только Дедушка Мороз. Такой вот интересный окрас. Смотрите, розовый. Видите? Пластмассовый советский Дедушка Мороз. Такая вот шикарная. Что мне понравилось? Шикарная такая вот борода. Смотрите. У него такие вот глазки. Красочка сохранилась. Частично сохранилась. И вот такой вот розовый окрас. Редкий окрас розовый, друзья. Цена здесь я не указана. Не нашел я цены. А может быть я плохо смотрел. Такая вот шубка, видите, с звездочками здесь. Все как надо. Он целый. Он без каких-то там сколов. Не треснутый. В отличном, хорошем, добром состоянии. Примерно где-то он 30-34 сантиметра. Такой высокий Дедушка Мороз. Новогодние праздники уже прошли, друзья. Ну а вот такие вот предметы еще попадаются. Слава Богу, что есть. И это хорошо, что люди приносят антиквару такие замечательные, добрые предметы. Потому что он тоже есть на такие предметы. Тоже спрос. Их собирают, тоже коллекционируют. Пополняют свои светлые, добрые коллекции. И новогодних подставок под елочку. Так, вот такой вот чайник, друзья. Смотрите. Красивый чайник. Такой вот цвет у него красивый. Черный, да. Такие здесь цветочки. Какие-то, видите, пионы. Я не знаю. Посмотрите, друзья. Такая вот массивная ручка. Видите? Такой какой-то азиатский. Или может быть, смотрите. Все здесь открывается, закрывается. Без кола, без трещин. Состояние хорошее. Крышечка сохранилась, друзья. Такой вот он глубокий здесь, видите. Немножко нужно привести порядок. Почистить. Крыма здесь я не обнаружил. Он, может быть, из 90-х. Я не знаю. Ну, не похож он на старый такой советский чайник. Может быть. А может быть, я и ошибаюсь. Может быть, и советский чайник, друзья. К сожалению, только один чайник попался. Все остальное не сохранилось. Вот такой вот замечательный чайник. Тоже я выставлю его на аукцион Виолите. Вместе вот с этой посудой. Смотрите. Вот такая вот замечательная, красивая сахарница. Такие вот тоже здесь цветы. Розы. Розы. Красивый цвет. Такой перламутровый. Красивый. Здесь такая вот крышечка. Все отлично. Смотрим на состояние дефектов. Никаких дефектов нет. Все хорошо, друзья мои. Все отлично. Красивый предмет. Ну и такая вот сахарница. Две таких вот ручки здесь. Тоже такая вот глубокая, друзья. И тоже здесь нет никакого клема. Видите, к сожалению. Но красивая. Очень красивая. Смотрите. Давайте ее так вот со всех сторон посмотрим. Такие вот розы здесь, друзья. Супер. Супер. Очень нужный предмет. Для всех любителей чая. Вот замечательные предметы. Супер. Так, друзья. Вот такой вот чайничек. Еще давайте посмотрим. Посмотрим. Это с этой серии. Видите, потому что рисунки вот одинаковые. Вот такие вот розы. Одинаковые рисунки чайника. Состояние хорошее. Ручка на месте. Не битая. Без сколов, без трещин. Если бы были бы сколы и трещины, я бы его просто не брал бы, друзья. Потому что такие вещи должны радовать глаз человека, коллекционера. Кто собирает, кто коллекционирует. Тоже такая вот, видите, здесь крышка. Состояние хорошее, отличное. Такой вот глубокий чайничек здесь у нас. Чистенький. Видите, аккуратненький. Плестит, играет на солнышке. Крема никакого нет, друзья. Смотрите. Супер. Интересный предмет. Такая вот пара. Сахарница. Вот. Видите? Замечательные, красивые предметы. Да? Такой вот фарфор. И вот такой вот большой чайник, друзья. Смотрите. Видите ваше внимание. Смотрите, какой большой, массивный, тяжелый чайник. Тоже розы. Тоже с этой темы, видите. Вот чайник маленький. Один большой чайник. И вот такая вот красивая сахарница. Видите? Это набор, можно так сказать. Вот такой большой. Такой большой. У него носик здесь. Красивый. Состояние хорошее. Давайте повертим. Покрутим его. Видите? Все не бито. Без кола, без трещин. Никаких дефектов я не обнаружил. Все хорошо. Все отлично. Прекрасный, добрый предмет. Ручка массивная. Смотрите. Вообще супер. Прекрасная ручка. Без кола, без трещин. Тоже здесь такие вот красивые. Шикарные розы. Здесь у нас такая вот красивая крышечка. Видите? В виде цветочка. Смотрите. Хорошее состояние. Бомба, ракета. И вот такой вот чайник, друзья. Глубокий. Чистенький. И у него тоже нет никакого, видите, здесь клема. Есть то, что есть. Попался такой предмет, друзья. Люди принесли. И нужно выкупать. Нужно выкупать. Потому что если мы будем выкупать, люди будут звонить, интересоваться, что-то предлагать антиквару, прикупить. Ну, вы знаете, потом, что если я выкупаю, все показываю на своем канале, что в старой шкатулке. Так, друзья. Ну, вот такие вот скромные предметы. Вот такие вот замечательные предметы из Советского Союза. Я вам сегодня показал на канале, что в старой шкатулке. У меня от вас секретов нет, вы знаете. Все, друзья. Будем заканчивать. Вот такое вот коротенькое видео у нас. Такие вот находки. Кому надо, пишите. Буду выставлять сейчас все на аукцион Виолити. Посмотрим. Рассмотрим все предложения. Всем хорошего, доброго дня. Мира вам добра. Крепкого здоровья. Мир вашему дому. Берегите себя. Собирайте, коллекционируйте. Вместе с каналом. Что в старой шкатулке. Всем добра. Всем мира, друзья. Все. Пока. Удачи. До новых встреч в эфире. Ждите. Ждите новые интересные видео. И новые интересные обзоры на канале, что в старой шкатулке. А чтобы быть в курсе. Ну и, конечно же, подпишитесь. Все. Пишите, комментируйте. Не забывайте. Всем пока. Удачи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok